Рынок израильских технологий в сфере безопасности переживает свой бум. Страны старого света массово закупают новые системы слежения и видеонаблюдения. Какие ноу-хаузы работают в Париже, Лондоне и Берлине с нового года узнавала Динара Бектурова. 15 апреля 2013 года, день когда был совершен бостонский теракт. За спецоперацией по поимке братьев Царнаевых тогда следил весь мир. Но мало кто знает, что вычислить их удалось благодаря израильской программе «Электронные глаза». Камеры видеонаблюдения сопровождают нас повсюду. В магазине, в ресторане, больнице, общественном транспорте и на улице. Сотни часов записи и вот главный вопрос. Как среди тысяч людей, попавших в объектив, найти преступника? Настоящим прорывом в этом вопросе стала программа, разработанная ученым Шмуэлем Пелик из Иерусалимского университета. Его команда подсчитала, что двоим на просмотры двухсотчасового видео понадобится не менее четырех суток. А системе «Электронные глаза» на анализ одного часа видео нужно всего минута. Честно говоря, программу мы разработали случайно. Одна мамочка принесла мне видео своих детей с отдыха и сказала, что ничего не может найти в таком огромном объеме видео. Так и появилась на свет эта технология. Генеральный директор Друр Ирани показывает, как работает их гордость. Ключевое слово – одно нажатие кнопки и получите все совпавшие с параметрами поиска объекта. Представьте ситуацию, когда надо найти машину террористов. Камера, установленная на трассе, снимает около тысячи автомобилей в час. И вам надо осмотреть каждый кадр в поисках нужной машины. Но вместо этого мы просто забиваем в программу ключевые параметры – красный автомобиль. И вуаля, программа сама нарезает подборку видео с красными автомобилями, проехавшими по дороге в разное время. Еще одна израильская разработка, заинтересовавшая европейцев – аэростат-шпион. Его уже опробовали во время климатического саммита в Париже. В Израиле с его помощью следят за ситуацией в Самарии и Иудии, а также в Восточном Иерусалиме. Видео с камер, установленных на аэростате, поступает в полицейский оперативный центр. Мы используем все, что только возможно, для того, чтобы, во-первых, освободить как можно больше полицейских от физического напряжения, от работы, от постоянного нахождения на местах, на территории. Поэтому используем определенные дирижабли, определенные видеокамеры, видеонаблюдения, для того, чтобы осуществлять видеонаблюдение за территорией, особенно, когда она, которая очень взрывоопасна в плане борьбы с террором, в плане возможности возникновения террористических актов. Используем это все, ситуация отслеживается, стараемся все в технологическом плане и сверху, и со всех сторон держать это все на контроле. До недавнего времени Европа не проявляла особого интереса к этим разработкам, а точнее до терактов в Париже. До сих пор по всей Шенгенской зоне идут поиски возможных сообщников-террористов. И здесь главным подспорьем для следователей становятся камеры видеонаблюдения. Следовательно, нужны разработки, позволяющие быстро обрабатывать огромный объем видеоинформации. В Израиле они есть. Динара Бектурова, Сергей Ослендер, 24КЗ, Израиль.